ребят всем привет а у нас сегодня придавали до плюс 25 градусов тепла королишка и даринчик решили что дома торчать надо на экскурсию ехать время терять нельзя мы едем отдыхать на экскурсе Мы приехали, вот эта старая ратуша и церковь старая. Ищем, где можно что-нибудь купить, покушать. Кстати, здесь везде обязаловка, надо масочки носить везде, даже на площадях, не только в магазинах. Экскурсия наша закончилась очень коротко, все было очень быстро. У нас просто здесь с Дуринчиком дела были, и мы решили погулять немного. Но, честно говоря, пешеходная зона длилась очень недолго, от одной церкви до другой церкви, и посередке была ратуша. Сейчас мы уже приехали в гостиницу, только что заселились в номер. Нам даже рассказали такую интересную вещь, что здесь напротив открылся итальянский ресторан. Вы знаете, что здесь все закрыто. Шкафчик какой интересный. И в этом ресторане можно сидеть как на улице, так же и вовнутрь заходить. Так что сегодня мы идем кушать спустя кушать в ресторан, имею ввиду, спустя очень-очень-очень долгое время. Я не помню, когда я в последний раз ходила в ресторан, с тех пор, как все закрылось. Ну, наверное, с прошлого лета, это точно. Комнатка такая не очень большая, но уютненькая, удобненькая. Вот так вот, ребятки мои дорогие. У меня все хорошо, дела у меня нормально, самочувствие у меня тоже нормально для всех тех, кто переживает. Я с ютуба уходить не буду, все свои видео удалять не буду. Просто иногда хочется немножко отвлечься от всего этого интернет-пространства и общения, и проводить время только с семьей. Тем более в такие насыщенные дни, как сегодня, когда просыпаешься в 4 часа утра и добираешься до гостиницы в... Сколько сейчас? Я даже не знаю. Часиков в 5. Уже вечера. Кушаешь и ложишься на боковой, потому что завтра тоже важный день, так сказать. Тоже очень много дел нужно за завтрашний день решить. И выехать в Мюнхен, потому что завтра мы выезжаем обратно. Не будем здесь оставаться. Вот так, мои хорошие. На улице погода прекрасная. Мне даже вот в этом батнике жарко. Я сейчас, наверное, тоже зайду помою руки. Блин, корона нас научила очень-очень часто моть ручки. Давайте заглянем. Ну и здесь, что сказать, обычный туалет с душевой кабинкой. Есть фен. Ну и хорошо. Все есть. И здесь есть даже завтрак, но надо записываться. То есть завтрак не просто фуршетный стол, вот как раньше было, а подается к столу, приходит официант и подает еду. Ну, для того, чтобы исключить контакт. И сразу же нас попросили записаться, во сколько мы желаем завтракать. Так как мы должны в 9 часов уже быть в другом городе, в Дудерштадте. Мы сейчас находимся в Геттингене. Мы записались на 7 часов, 7.40. Вот. Добираться от Геттингена и до Дудерштада, я не знаю, где-то полчаса. Пока позавтракаем, думаю, успеем в 9 часов. Будем в назначенном месте в назначенное время. Вот так. Мы одни, совсем одни на террасе. Никого нету. Только для гостей гостиницы. Открыли этот итальянский ресторан, который находится через дорогу. Вот мы пришли и кушаем. Дорин доволен. Можно курить. Никого нету. Тихо, спокойно. Первый раз сегодня мы кушаем, потому что с утра не удалось поесть. И у меня поломалась помпа. Да, стоило только уехать из Мюнхена, как эта помпа поломалась. Просто-напросто уже я заменила батарейки. Ничего не помогает. То есть здесь должно мигать. Вот тут вот кнопка ОК должна мигать. Не мигает, зараза. В интернете уже загуглила, что этот аппарат вообще-то одноразовый для 7 дней. Я вот ходила вчера. Вчера исполнилось 6 дней. За день до 7 дней ходила в клинику. Мне поменяли саму повязку, аппарат не поменяли почему-то. И он сегодня взял и забарахлил. Всё, до завтра. Моя рана остаётся без присмотра. Не, ну там вроде бы всё нормально, приклеено, заклеено. Но уже без вакуума будет. Потому что сегодня я не могу выехать отсюда и поменять. То есть в клинику я сегодня точно не попаду. В аптеках аппарата нету. Только на заказ. Привет! Всем привет, 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 привет. Ребятки, хорошая новость. Ну для меня это хорошее. Я ещё не знаю, исполнится это всё, сбудется или не сбудется. Ну а всё же, радоваться нам никто не запрещал. Радость всегда поднимает анализы. А это то, что мне сейчас нужно. Потому что мои тромбоциты, заразы, падают и падают. Несмотря на то, что я сейчас без лечения. С чего же не падают? Фигево знают. В каждую неделю сдаю кровь, и они всё ниже и ниже. На прошлой неделе были 104 тысячи, а на этой неделе уже 78. С чего бы это? Фигево знают. И ничего не произошло. Только то, что настроение было очень плохое. Стресс был огромнейший. Может быть, из-за этого. Честно говоря, не знаю. Не знаю. Значит, моя консультант из страховой. Но она не совсем консультант по болезни. Она занимается делами фирмы. Но мы с ней как-то сдружились. И она иногда для нас узнаёт многие вещи, которые нас интересуют. Значит, она закинула свои удочки там у себя на работе в страховой. И узнала, что в основном, если появляются метастазы в голове, значит, выдают это лекарство. Может быть такое, что выдадут ненадолго, а только на 3 месяца. И потом попросят, чтобы человек предоставил МРТ, ну, последние снимки, скрининг какой-то. Для того, чтобы они поняли, вообще стоит ли платить такие бешеные деньги за тебя или не стоит. Если МРТ, КТ или ПТКТ покажет, что динамика положительная, тогда тебе продлевают этот срок. Мне ещё, как бы, никто ничего не сообщал. Это то, что она узнала из своих каналов там на работе. Так это или не так, посмотрим. Я надеюсь, что, может, на следующей неделе придёт какой-то ответ. Может быть, не надо будет ждать до 15 апреля. Может, на следующей неделе придёт ответ, и я уже выдохну. Либо же, наоборот, буду искать дальше, как это всё оплатить или чем вообще лечиться дальше. Ребят, на прошлой неделе... Это у меня пылесос, слышим. Не пугайтесь. На прошлой неделе было так тепло. Мы ехали обратно с Дудерштадта, с Гёттингена, и заехали через Мюнхен, потому что мне нужно было заехать в больницу, чтобы мне поменяли этот аппарат. Я вам рассказывала, что он у меня испортился. Оказывается, что эти аппараты предназначены только для одного цикла, для семи дней. То есть он работает семь дней, точка. Потом, даже если разряжаются эти батарейки, опустошаются, всё равно. То есть меняй, не меняй. Мы меняли четыре раза батарейки, ничего не происходило. То есть всё. Он мёртвый. Он у меня испортился в среду, и до четверга пришлось моей ранее остаться без вакуума. Там всё было приклеено, всё нормально было, воздух туда не поступал. Но как бы аппарат, вот эта лампочка уже не мигала зелёненькая, и ничего не было слышно. Потому что он периодически раз где-то в час, вот слышно, как он начинает вибрировать, и так высасывать оттуда лишний воздух. Вот так вот. Мы заходили и в Гётингене, и в Дудерштадте. Несколько аптек. Нигде его нету. 450 евро стоит, но его нигде нету. Только на специализированных сайтах его можно заказывать. Ну, слава богу, что я вот пошла в больничку, и мне его поменяли, и я не осталась на весь вот этот вот продлённый уикенд без аппаратика. У нас же сейчас Пасха католическая получается с четверга, дверь закрыта, и всё равно так сильно слышно, с четверга и до понедельника включительно у нас почти всё закрыто. Ну, вот супермаркеты открыты сегодня, супермаркеты открыты. Ну, как бы понятно, что в больницах только дежурные врачи, и поэтому... Ну, мне сказали, в случае чего я могу в любой момент прийти и опять его поменять. Ну, значит, в четверг, когда мы возвращались обратно с нашей экскурсии, мы проезжали через Мюнхен. И, ребята, настолько это было волшебно. Люди, будто бы и не было карантина. Я-то привыкшая к тому, что у нас везде в Германии улицы пустые, а тут люди как на параде, все такие раздеты, потому что было плюс 25 градусов, все в футболках, в гольфиках, с шариками, с мороженым, с детками. Даже полицию я не заметила по дорогам. Ну, как бы все гуляли по площадям, возле изера тоже, там на речке. Люди, пикники какие-то. Я думаю, ну, сейчас вот начался такой уикенд, классный, тёплый, будет классно. Но настроение другое, когда тепло, хорошо. И тут в пятницу утром всё испортилось, похолодало, прям так значительно похолодало. И потемнело, дождя нету, но не сказать, что очень приятно на улице. Вот Дорин меня вызывает в супермаркет, а я, честно говоря, ну и дома вот это вот монотонно, всё монотонно, монотонно, никакого настроения. Ну и куда-то выходить, ну куда? Вот опять в этот же супермаркет. Почему-то мне уже... Раньше я получала кайф от того, что я покупаю продукты. Мне нравилось, почему нет. А сейчас... Здравствуйте. Здрасте. У меня тут вообще за активитет. Ну ладно, ладно. А лестничка у вас найдётся? Какая лестничка? Что для этого? Да вот, пожалуйста, всё здесь. А, в офисе. Иду я покормлю своих рыб. У нас, оказывается, Артём заметил, что не одна маленькая рыбка, не две, две я заметила, а Артём увидел целых пять. Целых пять маленьких внучков. Вот так. Ладно, ребятки, дорогие мои, я не знаю, буду ли я печь куличи, тут так хвасталась вам. А мы приехали домой, Валя напекла кексов, напекла рулетов. Я не очень ем, дурень. Вообще, мы все не очень едим. Сейчас смотрю, вся эта выпечка на столе. Стоит ли опять начинать чё-то там выпекать? Тем более, учитывая, что два дня я себя совершенно неважно чувствовала. Еле-еле сегодня вот душа в теле. И тут опять начинать выпекать, даже не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Ладно, всем пока-пока и до новых встреч.